Встреча с Владимиром Соботкой Встреча с Владимиром Соботкой Встреча с Владимиром Соботкой Я очень рад, что у меня есть возможность ответить на вопросы болельщиков, поскольку действительно был удивлен в хорошем смысле тем вниманием и той поддержкой, которую фанаты-болельщики оказывают нам. Они приходят посмотреть все наши игры, здорово поддерживают и готов ответить на все ваши вопросы. Ну что ж, начнем. Илья. Давай поговорим про твою карьеру в Чехии, как она начиналась и скажи, Владимир, кто привел тебя в хоккей? Ну, пожалуйста, расскажи, кто привел тебя в хоккей? Мои родители привели меня в хоккей, когда я 4 лет, и все началось в моем доме, в Чехии, в Чехии. А семья хоккейная? Кто-то еще играет в хоккей? Да, мои родители, которые играли в хоккей? Да, мои родители, которые играли в хоккей? Мой старший брат играет в хоккей, также в Чехии. Мой старший брат играет в хоккей, также в Чехии. Он играет в команде высшей лиги или где-то дивизионном? Ниже? Он играет в хоккей или в более низкой дивизионном? Нет, это просто... Я бы сказал, что хоккей для фанаты это не очень... Я бы сказала, что это больше любительский хоккей, не какая-то высшая лига. Можно ли тебя считать воспитанником Чешской Славии? Можно ли тебя считать? Как человек из Чехской Славии? Что это? Как тренинг из Славии? Что ты был создан с этим? В Славии, Праге? Да. Да. Да, я играл в Праге за четыре года, я думаю. И у меня было весело. Ружичка был мой тренер. Я думаю, что он умный тренер. Он мне очень много научил, поэтому это помогло мне очень. Действительно, я четыре года провел в команде Славия в Праге. И там у нас провел отличное время. И мой тренер, Ружичка, он мне очень помог. И очень многому меня научил. Скажи, какой самый принципиальный соперник у Славии? Какое самое принципиальное от Дерби? И насколько оно сумасшедшее? Какая основная Дерби против Славии? И как невероятно играет с этим? Ну, есть еще другая команда, Спарта Прага. Обычно это большой игрок для двух команд. И много людей приходят в этот игрок. И они очень рады. Это большой игрок для двух команд. Есть еще одна команда, как правильно вы отметили. Это Спарта Прага. И игры между этими командами, они важны для обеих сторон. И всегда на них присутствует на этих матчах очень большое количество болельщиков. Все переживают. И действительно важные мероприятия, когда эта игра проходит. А Славия вообще это... Ну, насколько это гранд хоккея чешского? То есть это серьезная команда, которая всегда претендует на что-то весовое? Славия, это как большая команда? Или это хорошая команда? Или это хорошая команда в хоккее? То есть сейчас они уже начали сезон. И я думаю, что они в шестом или седьмом месте сейчас. Это просто начало сезона. И я думаю, что они могут быть лучше. У Славии неплохой статус действительно в Чехии. В последнее время они лишились некоторых хороших игроков. Но с другой стороны и заполучили новых хороших ребят. Сезон у них уже начался. И насколько мне известно, они занимают шестое или седьмое место. Но опять-таки это только начало. Они будут стараться идти вперед. Было бы странно не спросить про Ягра. Был ли он твоим кумиром в детстве? И когда тебе поиграть в сборной с ним удалось, твои надежды оправдались? Это было бы странно не спросить о Ярмире Ягра. Он был идол, когда ты был ребенком? И когда ты получил возможность играть с ним в национальной команде? Была бы мечта, что твои успехи были настоящими? Я должен сказать, что он был не мой идол. Я был Павел Буре. Вынужден признаться, что моим кумиром он не был. Я больше был поклонником Павла Буре. У меня были его карточки в комнате. Когда я был маленьким. Но когда я взрослый, я начал узнать больше о хоккее, чем он после этого. Но с возрастом я начал узнавать больше о хоккее. И уже затем Ягра становился постепенно моим кумиром. А в сборной чему-то научил тебя он? Возможно, он научил тебя что-то в национальной команде. Да, это было, я думаю, четверть или четверть раз, когда мы встретились. И, конечно же, он еще один из лучших игроков в НХЛ. И, знаете, молодые игроки, они много учатся от него. Так что это хорошо для них. Они могут видеть игроков, как он, играть в НХЛ. И научить что-то от него. Знаете, когда мы с ним вместе играли, это была всего лишь третья или четвертая наша встреча. Но он по-прежнему остается одним из лучших игроков в НХЛ. И, несомненно, все молодые ребята многому у него учатся. И я не был исключением. Вот по сравнению с серединой 2000-х годов, Чехия уже не так сильна на уровне сборных. В чем, на взгляд, Владимир, причина? Итак, если мы сравниваем чехов национальную команду с этой, которую мы видели несколько лет назад, то это уже не так сильная. Какие причины вы можете видеть это? О нашей команде? О чехов национальной команде. Ну, я думаю, что мы все равно имеем хорошую команду, но это, наверное, не так сильная, как это было раньше. Но я думаю, что у нас есть хорошая команда. И, знаешь, молодые ребята, они всегда злые на глазах. И я не говорю, что молодые ребята это не. Но, знаешь, иногда это так. И это время, чтобы привести новые лица для нашего команда, я бы сказал. По-прежнему у нас команда остается сильной, как я это вижу. Но, возможно, она немного уступает той, которая была раньше в середине 2000-х. Молодых ребят приходит, которые, конечно, готовы, так скажем, грызть лед. И не хочу сказать, что старички этого не делают. Но пришло, по моему мнению, время внести новые лица и новые имена в нашу команду. Хорошо, теперь будет блок вопросов про национальную хоккейную лигу, про Бостон, про Сент-Луис. И первая из них, когда Владимир понял, что ему обязательно нужно ехать за океан. Когда ты понимаешь, что ему обязательно нужно ехать в США? Я думаю, что я был 17 лет или что-то, когда я был драфтован. И я был еще один год в Чехской лиге. И я решил оставить и бороться за НХЛ. Мне было 17 или около того, когда я был задрафтован. После этого я один год еще провел в Чехской лиге. И уже впоследствии уехал в НХЛ. То есть было понимание, что нужно расти? То есть ты не понимаешь, что нужно расти? Да, да, точно. Я не чувствовал, что я готов к бороться с игроками в США. Так что я оставил еще один год, и я решил оставить. Да, несомненно было понимание, что нужно расти. Но опять-таки я осознавал, что я еще, возможно, не совсем готов к Штатам. И поэтому я решил один год еще провести в Чехской лиге, набраться опыта и подготовиться к поезду. В 2005 году, когда был выбран Владимир на драфте НХЛ, драфт был очень сильный. Там были известнейшие имена. И вот он ушел в четвертом раунде. Был выбран в четвертом раунде. Не обидно было именно в четвертом раунде. В 2005 году, когда ты был выбран, и это был очень сильный и сильный раунде, с большими именами и все. И ты пошел в четвертом раунде. В четвертом раунде. Было ли это впечатление для тебя? Может быть, немножко и было обидно, но я не знаю. Но в тот же время, я должен сказать, что они не нравились маленькие игроки, я бы сказал. Это может быть причина, почему я был в четвертом раунде, но я не знаю, почему они не обидели внимания. Я просто работал трудно, и делал все за 100%. И он вернулся к мне. Может быть, немножко и было обидно, но я долго на этом не зацикливался. Мне кажется, что все-таки в том драфте они без особой радости выбирали на менее габаритных игроков. Может быть, это оправдание того, что я ушел в четвертом раунде. Но, тем не менее, я постарался не обращать на это внимания. Работал, выкладывался на 100%, и это вернулось ко мне с полной отдачи. Сейчас посмотрели несколько игр Владимира «Авангард», и видим, что это жесткий игрок, который выигрывает единоборство у борта, он может применить силовой прием, сбросить краги. Интересно узнать, в 17-18 лет, когда он планировал отъезд, когда он уехал за океан, он уже был таким? Или этим качеством его научила игра в североамериканских либах? И сейчас, когда мы следим за твои игры, мы можем видеть, что ты был тяжелым игроком. Когда она необходима, как ты готова к игре если это требование, как вы не понимаете, как вы не можете выставить свои глаза и все. Когда вы, скажем, 17-18 лет, это было так? Или это было так? Или это было так, или это было так, или это было так, что играет в НХЛ, что это выяснил? Когда я уехал за НХЛ, я начинал практику со своим тренерами в Чехрепублике, и он тоже был хорошим боксером, и я начинал боксинг с ним, и, знаете, что я никогда не делал на него, что я никогда не делал. Спасибо за него, что я никогда не делал. После этого я был более комфортным в этом плане, и я стал сильнее, поэтому это, наверное, причина. Когда я уехал в НХЛ, я начал заниматься с личным тренером в Чехии, который также и замечательный боксер, и именно у него я учился боксировать. И он меня научил тому, что до этого я никогда не делал вне ледовой площадки. И это помогло мне чувствовать себя более уверенным, и при необходимости постоять за себя, за команду. и очень многим я ему обязан в этом плане. А вот в АХЛ пришлось также поиграть, и называют автобусной лигой, то есть когда передвигаются на автобусах, хоккеисты много устают из-за этого. Вот впечатление об этой лиге немножко, да? Вы также играли в АХЛ, которая сейчас называется «Бас Лига», потому что нужно путешествовать по-басу. Какие впечатления об этой лиге? Ну, это просто другая лига. Я не знаю, что... Другая лига. Что я должен сказать об этой лиге? Вы хотите, чтобы я прокомментировал автобусы? Это другая лига. Есть хорошие игроки. Это другая лига. Это... Другое, чем в европейском хоккее. Это... Я сказал... Это... Другое, что-то многое, и это быстрее, и это... И это сложно, да? В целом, лига другая. Там также есть хорошие игроки, но она отличается от европейского хоккея. Лед меньше от этого, скорости другие. Но можно сказать, что он чему-то там тоже Или все-таки уехал, забыл и слава Богу? Поэтому я работаю трудно. И в первом году я позвонил и играл в НХЛ. И если я учусь, то я думаю, что я сделал. Они есть хорошие программы. На льду и на льду. И я думаю, что это мне очень помогает. Когда я уезжал в Америку, я для себя четко понимал, что я хочу играть в НХЛ. И в итоге я к этому пришел. Я усердно работал, выкладывался и достиг своей цели. Мы спросили про автобусы не просто так. Просто когда команда из 20-30 мужчин проводит в автобусе по 6-8 часов, рождаются какие-то интересные истории, забавные случаи. Владимир, можешь вспомнить один из таких случаев? Почему мы спросили про автобусы? Потому что, скажем, когда 20-30 мужчин проводят в автобусе по 6-8 часов, то, конечно, есть какие-то интересные и замечательные истории. Можешь вспомнить о таком? Я должен сказать, что я никогда не проводил на автобусе по 6-8 часов. Я должен признаться, я лично не проводил ни 6, ни 8 часов в автобусе. Поэтому это хорошая счастье для тебя. Да, это хорошая счастье для меня. Я уверен, что есть много историй. Но, как я уже говорил, я никогда не проводил на автобусе по 7-8 часов. И эти автобусы не плохие. В самом деле, ты можешь сделать автобус как плохие. Я не думаю, что это плохие. Но 8 часов на автобусе это, конечно, не очень весело. Несомненно, я уверен, что есть различные истории, которые запоминающиеся. Но в моем личном опыте ничего особенного не происходило. Поскольку, повторюсь, 6-8 часов я в автобусе не проводил. Но хочу отметить, что автобусы там достаточно комфортабельные. Сидения раскладываются, спокойно вы можете отдыхать. Поэтому все не так плохо. Первый гол в НХЛ наверняка запомнился, как это было. Для меня это было особенное. Я всегда мечтала об этом моменте. И это было весело. Я не забыл об этом моменте, потому что это было особенное для меня. И все. Было здорово, и я уверен, что я никогда этот момент не забуду. Потому что действительно особенный момент для меня. А ты помнишь день вратаря, команду? Как забил? Как забил? Я не помню день, но это было против Питтсбурга, против Таи Конклин. Дня я не помню, но играли мы против Питтсбурга. Это был какой-то бросок красивый или маузерный такой гол получился. Было здоровый гол или был в экзоте? На самом деле это был более такой гол удачи, потому что шайба пришла ко мне из угла, и я стояла у ворот и подставил клюшку, и шайба залетела в ворота. А есть какой-то самый запомнившийся гол, самый важный в твоей жизни, пока еще или ты его еще не забил? Я думаю, что пока я его еще не забил. Хорошо, теперь поговорим про авангард, про город Омск, и про звено, в котором ты играешь, которое, наверное, сейчас самое лучшее в лиге. Владимир, расскажи, как тебе старт сезона, что получилось и что еще можно улучшить? Как вы найдете старт сезона, что уже работало и что может быть улучшено? Что может быть улучшено? Я думаю, что... Наверное, наша D-зона должна быть лучше, и... И, вы знаете, для форвардов мы должны помочь нашему защитнику немного больше. Если говорить о том, что нам еще можно и нужно улучшить, это линию обороны, и со стороны нападающих мы должны также помогать нашим защитникам в этом плане. А что уже нравится? И что уже нравится? Что мы победим. Ну, качество игры команды сейчас устраивает? Да, я думаю, что у нас есть хорошая команда. У нас есть хорошая команда. Мы победим сейчас, и, надеюсь, мы победим. Откровенно говоря, у нас уже подобралась хорошая команда, и только взгляните на нашу команду. Сейчас видно, что они будут отличными игроками в будущем для омской команды. Я думаю, что сейчас все рады тому, что мы побеждаем. Надеюсь, что мы просто продолжим работать в этом же ключе и будем приносить победы. А можно ли сказать, что вот тот хоккей, который сейчас показывает авангард, он приводит к тебе, твоему пониманию хоккея, как ты его вот видишь? Можете сказать, что хоккей, который сейчас показывает Эванбард, сейчас очень близко к твоему пониманию хоккея, как ты его видишь? Да, я думаю, что так. Я всегда люблю играть быстрые игры и быть агрессивным, агрессивным на 4-чек. Да, можно так сказать, что мне близко вот это понимание хоккея, которое мы сейчас показываем. Мне всегда нравится быстрая и напористая игра, и я думаю, что нам необходимо продолжать в этом ключе. Звено твое с Паршиным и Широковым. Как получилось найти взаимопонимание? Это все как-то по наитию, то есть вы, из-за того, что вы, понятно, профессионалы, да, и нашли друг друга, или вы договаривались, может быть, собирались отдельно как-то? Итак, если мы поговорим о вашем языке с Паршиным и Широковым, как вы managed to achieve это понимание? Было это естественное, потому что вы все профессионалы, или, возможно, у вас были определенные встречи, где вы согласились на какие-то действия? Ну, я начинал с Широковым, когда я пришел сюда, и они оба умные игроки. Иногда мы просто говорим о том, что мы должны делать лучше, или где мы должны быть. И мы говорим, и, знаешь, это работает сейчас, так что, возможно, мы будем продолжать и играть, как мы играем сейчас. Очень грамотные игроки. Иногда мы обсуждаем определенные моменты либо до, либо после игры, в том плане, что нам нужно улучшить, что сейчас идет хорошо. И надеюсь, что наше взаимопонимание, оно будет и дальше приносить свой результат, потому что они действительно отличные игроки. Вот такой вопрос. Знает ли Владимир, что их звено, оно сейчас лучшее в лиге по показателю полезности плюс-минус? Плюс девять у Владимира, плюс девять у Дениса Паршина, и у Сергея Широкова плюс одиннадцать. Да, сейчас я об этом знаю. Хорошо, а за счет чего такие цифры, потому что много же шайб в большинстве вы забиваете? Где показатель полезности он считает? Где показатель полезности он считает? Да, но где эти цифры не считают? Ну, как я сказал, я думаю, как я сказал, как я сказал, мы должны помочь больше наших демонов, чтобы возвращаться от зоны. Нападающим, чтобы они возвращались из зоны нападения. И если меня нет в зоне нападения, там есть либо Денис, либо Сергея Широкова. Которые забивают. И эти цифры об этом свидетельствуют. А вы не подружились по жизни? Или вот ты, как представитель Чешской Республики, общаешься с Бладиком и все? Я стараюсь со всеми общаться и налаживать контакт. Есть одно большое препятствие, это мой русский язык, который еще не настолько хорош. Сергей Широков очень хорошо говорит по-английски. 9 очков в 9 матчах. Такой показатель у тебя сейчас. Это то, на что ты рассчитывал, ты давал показатель. 9 очков в 9 матчах. Это то, что ты имеешь сейчас. Это то, что ты ожидал? Ты счастлива с этим номером? Да, не счастлива с этим показателем. Может, ты планировал набирать в среднем 2 очка за игру? Возможно, ты планировал набирать 2 очки за игру? Нет, в самом деле не было. Это не просто мне. Это обо мне. Это обо мне всей команде. И это не обо мне личности. Я думаю, что наша команда и наша задача. Они играют очень хорошо в хокке сейчас. Конечно, я счастлив, что у меня есть точки. Но я не пришел сюда, чтобы просто получить точки и оставить. Это обо мне команды. И мы здесь для одного причина. Для победы. Для победы. Для победы. Для победы. Для победы. Для победы. Вы знаете, дело здесь не только в моей личной статистике, не в статистике моего звена. Дело во всей команде. Потому что я не за этим приехала. Не за тем, чтобы зарабатывать очки исключительно для своей личной статистики. У нас есть одно общее дело, одна общая цель. Это побеждать, попадать в плей-офф и совершенствовать свою игру. И еще хочу отметить, что вратарь наш замечательно себя показывает в настоящее время. Да, мы прекрасно понимаем, что хоккей командная игра. Пока в команде есть индивидуальные достижения, которые очень трудно не заметить. Выдающийся старт Сергея Широкова. Это, наверное, сейчас самый горячий игрок лиги. Что с ним такого произошло? Чудесного, что он по-настоящему преобразился. Я не знаю, что с ним случилось, спросите у Сергея. Что с ним? Да. Он – он снайпер. Он знает, как вы получаете голы. И когда вы ему даете хорошую пассу, то он может получать. Я пытаюсь посмотреть на него. Мне кажется, что он найдет места, где я могу видеть его и дать ему пассу. И он может получать от этих позиций. Сергей отличный снайпер. И он знает, как можно забить шайбу в виде возможности. И когда он получает хороший пасс, что я и стараюсь делать, он не упускает своего шанса забить. И, как я это вижу, он всегда старается быть у меня на виду. И чтобы у меня была возможность тоже помогать мне отдать ему красивые, хорошие и четкие пассы. Завершая тему Омска, насколько ты впечатлен тем, что ты видишь в Омске в плане городскую инфраструктуру, арену Омск, все, что связано здесь с хоккеем. Я думаю, что вы впечатлили в Омске в плане. Как вы впечатлили все инфраструктура, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду. Омске в плане. Омске в плане. Да, это прекрасно. Я счастлив. Я счастлив. Мы уже говорили о том, что это здорово. Это здорово, здорово, хорошие люди, хорошие рестораны. Как я сказал, я счастлив. Я счастлив. Мы всегда счастливы, когда твоя команда победит. И все нормально. Сейчас я в этом месте, где ничего не потеряется. И это все. Я уже не раз говорил, что мне здесь все очень нравится. И, конечно, арена наша замечательная. И болельщики просто потрясающие. И в целом инфраструктура хорошая. И в Омске есть рестораны неплохие, куда я могу сходить. Вообще, для счастья что нужно? Чтобы было комфортно и чтобы твоя команда побеждала. Вот сейчас у нас этот комплекс есть. Ну, если еще можно про арену. Владимир был на всех аренах НХЛ. Можно ли нашу арену сравнить с какой-нибудь из них? Вы видели много айс-ринков. И вы видели много в ННХЛ. Вы можете сравнить какие-то с нашими аренами Омск? Я думаю, что так. Но в ННХЛ они гораздо больше. Я думаю, что он может попасть в 10.000. И это, наверное, двое больше. Так что... В некоторых аренах могут попасть в 22.000, я бы сказал. Так что... Но, вы знаете... Просто размером. Но, как я сказал, это немного разнообразно. Сравнить, конечно, можно. Почему нет? Единственное отличие, это то, что арены в НХЛ, они даже в два раза больше. Они могут вмещать до 20-22 тысяч зрителей. Но это всего лишь размер. Если говорить не о цифрах, а о том, как болеют здесь. Насколько шумно. Насколько поддержка. Здесь действительно ощутимо. В течение всей этой атмосферы. В этом атмосфере. В этом спорт. Как вы чувствуете это на этаж. Как вы чувствуете это на этаж? Вы можете compare это на ЭТО? Я хочу сказать, что это разнообразно, потому что здесь есть 20,000 и здесь есть 10,000. Но, знаете, здесь фанты, они используют... Друмсы? Да, друмсы и так далее. И это делает нас идти, и мы слышим их много. Так что это, я бы сказал, что новое для меня. Ну что ж, переходим к блоку увлечений. Мы знаем, что Владимир занимается ММА. Откуда это увлечение пошло? Почему именно ММА? Почему ММА? Почему ММА? Потому что я всегда любил борьбу. Всегда мне нравились драки. Наверное, когда я уехал в НХЛ, когда я начал с моим тренером. Что тебе нравится в этом виде искусств боевых? Что тебе дает это, может быть, для хоккея? Что тебе нравится в этом виде? Что тебе нравится в хокке? Я думаю, что ты чувствуешь сильнее. Ты чувствуешь себя комфортно, что ты можешь обеспечить себя. Ты чувствуешь себя комфортно, что я чувствую себя. Потому что я чувствую себя сильнее. Но это просто в голове, что я могу сделать что-то. Я могу сделать что-то, я могу обеспечить себя. И я не просто обучение, Я думаю, что это не просто обучение. В целом, это позволяет мне чувствовать себя сильнее и более уверенным в себе. И поскольку я мысленно, я знаю, что в случае необходимости я смогу за себя постоять. Это дает мне толчок идти вперед, опять чувствуя вот эту уверенность в себе. Но если мы говорим, стоит упомянуть, что не только в плане бокса и в плане каких-то боев дает мне преимущество, а также это усовершенствует мой баланс на льду, что положительно сказывается и на выбрасываниях, к примеру. Очень важный вопрос. Сколько секунд тебе понадобится, чтобы нокаутировать Тхомаша Гертла? Очень важная вопрос. Сколько секунд тебе понадобится, чтобы отправить к нокау Тхомашу Гертлу? Не знаю. 10, может быть? Не знаю, может быть 10. Ну, кстати, надо сказать, что наверняка... Если только до него доберутся. Надо сказать, что многие хоккеисты уже знают наверняка об увлечении Владимира ММА, потому что это несколько было попыток начать какую-то драку, и никто не захотел сбрасывать краги, все уходили, Владимир это отмечал. Я думаю, что большинство КХЛ игроков уже знают, что это маленькое хобби, и мы видим, что у нас есть какие-то попытки начать раку, но никто не захотел сбрасывать краги. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, это просто... Я вспомнил, когда я спросил того, кто-то, кто-то хоккал, и это, я думаю, что это произошло в голове, что я пытался объяснить, что он это может сделать, потому что он победит для нас. И он сказал, что нет, я не хочу бороться, и это нормально, но в следующем году он будет в голове, что кто-то на земле, чтобы защитить наших игроков. Уже была такая ситуация, когда за одним из моих партнеров по команде неустанно гнался противник, и я был готов постоять за него, на что получил отказ, соответственно. Но теперь они зато знают, что в случае чего есть кому заступиться за наших игроков. Хомск тоже есть на карте ММА. Здесь родился и живет очень популярный боец, Александр Шторм Шлеменко. И мы знаем, что команда ходила к нему на тренировке. Был ли ты там? А если нет, то хотел бы туда сходить. Хомск тоже есть в виду спорта на ММА, потому что Александр Шлеменко живет здесь. То есть, у вас есть возможность встретиться с ним? Потому что партнеры, партнеры, у вас есть партнеры с ним. У вас есть возможность? У вас есть возможность сделать это? Да, я бы хотел сделать это. Я не могу встретиться с ним. Пока мне не выдалось шансы с ним познакомиться. Конечно, я бы хотела принять участие в его тренировках. Но хочу отметить, что сезон еще длинный впереди. Не хотелось бы, чтобы он меня как-то покалечил. Но мы уверены, этого не случится. Вопрос про футбол. Чемпионат мира был. Смотрел где-то чемпионат мира, за кого болел. Если вы перешли к футболу, вы следили в футболе? И как была команда, которую вы следили? В общем, я следил за Германией. Если честно, болел я и следил за командой Германии. Ну, иногда понимать, понравилось все. То есть, вы понравились, да? Да. Вы понимаете, что они играли как команда. Поэтому это почему они победили. Когда вы смотрите в Спании или в Португале или в команде, вы можете видеть, что всегда есть только два игрока. потому что они играли в игре. Так что я думаю, это причина, почему Германия победила. Я считаю, что причина, по которой Германия выиграла, это то, что они играли именно сплоченно и как одна команда. Потому что если посмотреть на другие сборные, будь то Испания или Португалия, там есть два выдающихся игрока, которые пытаются сделать всю игру. Но так не получается. А вот можно ли сказать, что удивил результат матча в Бразилии? Футбольным меркам счет 7-1 это очень редко случается. Я не уверен, что я смотрел эту игру. Но ты говоришь, что болеешь в сборной в Германии. Только финальную игру. Болеешься интересует, играешь ли ты хоккей на приставке, или тебе хватает хоккей в реальной жизни. Футбольные интересуются, если ты играешь в хоккей на консолях, на некоторых игроках, или если у тебя есть хоккей в реальной жизни. Да, я играю на Xbox, некоторые игры, но не здесь, в России, потому что я оставил мою новую игру в США. И некоторые из них еще есть, например, Xbox и звуковые системы. Я еще не купил ничего здесь. Я действительно играю на Xbox кое-какие игры, но, откровенно говоря, я все свои приставки, все звуковые системы, все это поставляю в Америке, еще не успел приобрести новые здесь, в России. Думаю, если Владимир обратится к кому-то из молодых игроков, ему непременно обхвал могут с этим вопросом. Я думаю, если вы задресли любого твоего игрока или тиммейта, они вам помогут с этим вопросом. Да, я могу сделать это себе. Я думаю, что я сам могу с этим справиться. Хорошо, такой вопрос. Кто из твоих знакомых хоккеистов самый лучший игрок в виртуальной хоккеи? Кто из твоих игроков вы знаете лучший игрок в виртуальной хоккеи? Кто делает лучший игрок в Xbox или consoles? Где-то? Где-то, где-то. Где-то, 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 где-то. Какие игроки вы знаете? Ну, в хоккей, ни в футбол, мы на Xbox не играли. Потому что в хоккее всё-таки было достаточно. И в реальной жизни мы больше играли в такие игры, как Call of Duty, например. Я помню, мы всегда прожали пять или шесть игроков. Мы всегда играли в хоккей. Мы всегда играли в хоккей. Мы, как-то, после АРНЭП, мы всегда играли в онлайн, и пять или шесть игрок обучали вместе. И мы были довольно веселее в игре. Я вспоминаю, что мы раньше перед матчами 5-6 ребят выходили онлайн и играли, расслаблялись так перед игрой. Тренерский штаб как бы не имел ничего против такого, времяпрепровождение перед игрой. Вы были против этого, когда вы были онлайн? Вы были против этого? Нет, это было после ночи, когда вы приходите домой и вы делаете на ночь. В то время мы всегда играли за час или что-то. Я думаю, что мы все профессионалы и знаем, что мы можем сделать и когда мы можем сделать это. Я думаю, что это в твоей голове. И, знаешь, ты должен делать, что ты думаешь, что лучше для тебя и лучше для команды, чтобы ты готовишься для игры. Нет, никаких возражений от тренерского штаба не поступало, потому что мы делали это в свое свободное время, после утренней раскатки, когда мы отправлялись домой отдохнуть. И проводили мы за играми не больше часа, потому что мы, как профессионалы, сами понимаем, что для нас оптимально, и что мы можем себе позволить сделать перед игрой, чтобы оно не отразилось на результате матча. Заканчивая тему приставок, слышал ли Владимир такое выражение от Андреа Пирло, что в 2006 году утром я позавтракал, поиграл в приставку, а вечером выиграл чемпионат мира. Так что, вы слышали, что в 2006 году Андреа Пирло сказал, что в 2006 году я встала, утром, утром, играла на мой Xbox, и после этого победила в сутки. Вы слышали эту заявку о его? Это было когда они выиграли финальную игру на чемпионате мира. Это произошло когда они выиграли финальную игру на чемпионате мира. Не слышал, откровенно говоря, но, как я уже сказал, каждый для себя понимает, что ему может помочь поспособствовать достичь успеха в игре. Для него это была приставка, например. Следующая тема – это социальные сети. И мы знаем, что у Владимира есть Instagram, Facebook. Сам ли он ведет эти аккаунты и читает ли комментарии? Следующая тема – это социальные сети. Мы знаем, что у вас есть Instagram, Facebook и все. Вы знаете, что у вас есть? И если вы читали все комментарии, что у вас есть? У меня есть личная сеть. У меня есть личная сеть. И другая сеть – это просто для финансов. У меня есть личная страничка, которую, соответственно, занимаюсь я. И есть страница для фанатов, которую ведет один парень. И в Instagram у меня тоже есть свой аккаунт. Читаешь ли ты в Instagram комментарии? Может, как-то отвечаешь? Ты читаешь комментарии в Instagram? Наверное, ты ответишь? Да, иногда я читаю. Если я не люблю, то я отвечаю. Если я не люблю, то я отвечаю. Да, я читаю. И иногда, если мне что-то очень не нравится, я отвечаю. Говорят, в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые ты никогда не попробуешь? И что бы хотелось сделать? Вот еще попробовать в жизни, но пока не удалось. So people say that in your life you need to try everything. Is there something that you would never try? And probably something that you wanna try, but you didn't have a chance to do that. I guess I would never try to jump off the plane. Никогда я не стал бы пробовать выпрыгивать из самолета. Даже с парашютом. А что бы хотелось попробовать? Я не знаю, честно говоря, не задумывался об этом. В одном из интервью ты сказал, что тебе нужно будет месяца три, наверное, чтобы уже разговаривать на русском. Как у тебя успехи с языком продвигаются? Три месяца прошло или у меня еще есть время? Еще есть время, но как успехи сейчас? У тебя еще есть время, но как хорошо ты делаешь? Я пытаюсь, это... Я пытаюсь, ты знаешь, я пытаюсь учиться каждый день. И, как я сказал, это, наверное, будет много дольше, но... Сложно сказать, я не оставляю попыток обучиться, и есть у меня подозрение, что может это занятие подольше, но я учусь. Вот еще такая особенность есть, что... Техи из Словакии, даже которые бегло говорят на русском, они очень часто отказываются от интервью на русском на камеру. А почему так происходит? Почему так происходит? Отказываются даже те, кто бегло говорит по-русски. Да, 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 да. Я не знаю, это... Ты должен спросить, почему они не хотят по-русски. Но мы тогда от Владимира ждем, как только его русский будет достаточно беглым. Да, посмотрим. Ну что ж, последняя часть нашего общения, это Блиц, то есть быстрый вопрос, быстрый ответ. Желательно не думай. Почему номер одиннадцатый? Потому что он мне нравится. Твое самое любимое блюдо. Феврорит дичь. Феврорит дичь. Фуд. О, фуд. Суши. Суши. Любимый жанр музыки. Феврорит музык стайл. Все. Хорошо, тогда любимый исполнитель или группа. Бест-суши. Бест-суши или группа. Я не люблю одного. Нет, одной любимой. Любимый фильм. Феврорит муви. Блэк Хогдаун. Что это? Блэк Хогдаун. Падение черного ястрела, наверное. Падение черного ястрела. Любимый вид спорта, кроме хоккея. Феврорит спорта, кроме хоккея. Теннис. Теннис. Любимый теннисист или теннисистка. Феврорит теннис-плеер. Федерер. Роджер Федерер, да. Идеальное звено, и ты в центре, в центре которого ты играл бы. С кем хотел бы играть? Я буду играть, где ты в центре форварда. Кем ты любишь играть? Блэк Хогдаун. Это могут быть игроки, которые там уже закончили карьеру. Это могут быть игроки, которые там уже закончили карьеру. Какие игроки? Ну, как Бурэ... Я должен сказать Ягар. Бурэ и должен сказать Ягар. Хорошо в защите на воротах. Окей, кто в защите? В защите? Линдстром и... Чарра. Хара. Харулин? Конечно. Почему нет? А как думаешь, как в Чехии отнесутся к твоему выбору хары? Ягар. Ягар или Гашик? Ягар. Ливье или грецкий? Кросби. Олимпиады. Ягар. 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 Мне нравится Кросби, но хорошо, я не буду ничего о том говорить. Хорошо, а если вот так Кросби или Малкин? Кросби или Малкин, да. Малкин? Олимпиада или Кубок мира, Кубок Канады? Олимпиады или Кубок мира? Олимпиады. Олимпиады. Ну и последнее, какой вопрос показался самым лучшим, самым интересным? Мы вручим автору этого вопроса приз. Следующее, что вы любите, какой вопрос был на самом деле интересным, наверное, и необычным, и необычным? Потому что мы должны дать приз учителя этой вопросе. Какой вопрос был на самом деле? Ну, какой вопрос был на самом деле? Кросби Овечкина. Вопрос про Кросби Овечкина. Хорошо, спасибо. Ну что же, спасибо Владимиру. Мы продолжим обязательно эту практику общения с хоккеистами Авангарда. И сегодня Владимир ответил на все возможные только темы. И максимально откровенно спасибо ему за это. Ну а мы прощаемся на время с вами. И уже совсем скоро встретимся 27 числа на хоккей. Приходите, Авангард 27 сентября играет в Сочи. Нам нужна ваша поддержка. Спасибо и до скорых встреч. Ну, пока мы на 27-м играли с Сочи. Ок. Спасибо. Продолжение следует...